Добрый день всем! Вот я хотела рассказать про дискотеки в Куртина Диам Пеццо и вообще про дискотеки в Италии. Вот это вот отель Европа 4 звезды. Очень знаменитый отель, потому что внизу этого отеля есть VIP-клаб. То есть это вот был самый такой тусовочное место, самое тусовочное место. Здесь даже был фейс-контроль пятницу, субботу вечерами. Здесь был пианист, пианист, который вон там он пел живая музыка. Все подпевались и вместе пели итальянцы. И потом все плясали. Здесь еще есть ресторанный бар. Вот это вот все. Ресторанный бар. Маленькое помещение, но столько толпы народов. Была здесь такая очередь, была все время. И не всех подряд пускали, потому что здесь дринг стоит 30 евро. Один бокал любого дринка минимум 30 евро стоит. Поэтому цены, конечно, были космические. Так же, как и в Сан-Морец. Так же цены на дискотеке, на аперитиве, Бадрут Палас. Такие же цены. Но, видите, к сожалению, сейчас же нельзя запрет всех дискотек, всех баров, всех вот это вот, чтоб люди не кучковались. Здесь из-за люди, чтоб не кучковались. Видите, закрыт полностью отель, представляете? Это был самый знаменитый отель в Куртинах. Всегда самый знаменитый, знаменитый вип-клаб. Смотрите, есть еще всего 0 градусов. А вы говорите, ни шуба, ни шуба. Конечно, шуба холодно, руки замерзают. И здесь столько было тусовок классных. Тусовки классные просто. Все такие красивые, на каблуках, босоножках, мини-платьях. Так же, как и в Сан-Морец. Все в этом маленьком подвальчике собирались и плясали, плясали до 4 утра. Иногда даже до 5 утра последние уходили, которые уже напились и не натанцевались. Вот специально прошла, чтобы показать, как вот из-за этого ковида все поменялось. Все-все. Я представляю, сколько денег потерял хозяин этого отеля из-за того, что вот закрыли бар, закрыли клаб, вип-клуб. Поэтому, конечно, здесь кризис. Единственное, что осталось, это горный воздух чистый. А все остальное, конечно, в кризисе. Вот. Я специально спустилась здесь, хотя могла спуститься прямо в центре из-за тропинки пешеходной. Потому что здесь слишком много машин и смога. А в горном воздухе просто вот этот вот смог, он слышится прямо запах такой резкий бензина. Потому что горный воздух чистый, и прямо вот контраста смога сразу чувствуешь. Ну, когда я приду, уже все на обед ушли. Капуша я капуша. Сейчас выпью капучино. Мой, сяду на солнышке в этом баре. Руяль. Напротив отеля. Лепоста. Ильпоста, лепоста. Где вчера сидели такие все крутые женщины и итальянки. Вот, иду я по грязи. Все тает. Ну, я вот лично хотела остаться до 25 декабря и уехать 26, чтобы увидеть снегопад. Давно не видела снегопад. А, видела, по-моему, в этом, да? Когда ездила в монастырь. Да, да, я же сделала еще снег. Снегопад еще в октябре. Это было нечто. Это было так красиво. Я еще поднималась на этот холм, где монастырь. И это было как Сибирь. Жена декабриста. Да, 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 это видео. Самое красивое видео про снегопад. Про первый снег. Так, быстро перейду на ту сторону. Быстро перейду на ту сторону. Вот и пришла я в центр. Пришла я в центр. Посмотрим, какой стрит-стайл есть. Наверное, никакого. Так. Наверное, никакого. Вот это вот что за красивая леса. Вот так вот в горах ходить. Здесь так любят ходить девчонки. К ним даже еще сумка есть. Но это был бы перебор, если все вместе носить. Ну, шапку с жилетом еще можно носить. Интересно, цена на них есть или нет. Джинсы вот видите, короткие, чтобы носить вот такие вот сапожки, полусапожки. Джинсы короткие. Вот это вот натуральный лисий мех, да, некрашенный. Браслетик какой-то. Покажу вот так вот, чтобы весь образ видно. И джинсы видны были короткие. Вот такие джинсы мне надо купить, чтобы с полуботинками, с полусапожками носить. Вот, что за джинсы, посмотрим. Как мне нравится цвет, прямые. Надо будет зайти к нему. Интересно, как он работает или она. А вот еще другой лук. Сребряная лиса, да, называется. И черный. Черная лиса или куница, или что тут. Я вижу, что здесь у всех собаки есть. Это все понятно. Ой, даже в 4.30 открывается после обеда. Уже закрыто и в 4.30 открывается. Вот мне было бы интересно и эти джинсы из всего. Да, такие короткие джинсы, молодят, узкие. Это что такое? Это все спортивные вещи, я уже показывала. Спортивные вещи я уже показывала. Только что женщина проходила и тоже говорила. Вообще никого нету на улице. Наверное, нету от того, что запрещено ходить, по-моему. Да? Вот там женщины в белом пальто закрывают. Лук молодежный в ботинках. А что за магазин они закрыли? А, вот этот вот магазин, который я позавчера вам показывала. Да, да, да. Каких-то сувениров странных. Тут все время туда-сюда ездит машина полицейских. Как ее называется? Опять мое паразитное слово, как ее называется. Ездит машина карбиньеров местных туда-сюда, туда-сюда. Тут пять минут проехаться на машине и пешком десять минут по этой улице. Корса Италия, по-моему, называется. Смотрите, какой старинный дом. Типичный. Гор. А я уже третий день хожу в этой шубе, потому что холодно. А напротив такой вот отель, где есть ресторанчик, по-моему. Вот этот вот тоже старичок каждый день ходит со своими палочками. Так как деревня маленькая, всех сразу заметно. А это вот такой блогер есть итальянский, Киара Феррани. Она даже выпустила свою линию одежды, обуви, шапок, спортивной одежды. Спортивная одежда у нее красивая для фитнеса, я видела. Даже в видеолуки было. Но очень дорого. Но они очень дорогие вещи здесь. Я даже заходить не буду сюда. Потому что, во-первых, мне ее вещи... Она сама мне очень нравится. Но ее вещи, которые она делает, не очень-то нравится. Слишком аляпистое все. Она молодец. Она начала делать блогер как блогер. Начала делать еще давно. И поэтому она стала миллионером на блогерской деятельности. Благодаря блогерской деятельности. Вот мы снова около знаменитой колокольни. Знаменитая колокольня. Картина Диан Пеццо. Посмотрим. Люджо. Аперто. Аперто. Но я хочу выпить капучино. Посидеть на солнышке. Все время ходить внутрь этих бутиков неохота. Хочу посидеть на солнышке. Одно и то же смотреть. Если я уезжаю послезавтра, то лучше я подышу свежим воздухом. Вот вам и арта модерна. Как вам нравится. Вот вам и арта модерна. Вот как вы думаете, что это? Вот два золотых овальных штучек. Стоит, наверное, 20 тысяч евро. Может мне художником стать? Нарисовать вот такие голубые картины и порезать на четыре куска. Как вы думаете? А то... Вот и Диор светится. Прекрасный Диор светится. Единственный красивый такой. А, кстати, сегодня же открыли Луи Виттон, как мне говорили рабочие. Посмотрим потом, открыт он на самом деле или нет. Ну, наверное, на обед закрыт. Но если бы они были умные, они бы сегодня на обед не закрыли, раз сегодня открылись. Показали бы людям всю красоту нового бутика. Луи Виттон. Могу сказать, что у них чемоданы. Вот это мой маленький чемодан, маленького размера. 20 лет. Я 20 лет назад купила Монте-Карло. А большой чемодан, тоже вот этот вот знаменитый чемодан. Ему уже 10 лет большому чемодану. Там столько вещей умещается. Маленький чемодан, ничего не умещалось. Уже там две пары обуви и парфюмерия, крема и всё. Вещи не умещались, но очень хорош для передвижения по самолетам в аэро. Потому что троли не надо платить, берёшь с собой, не надо багаж отправлять, не надо ждать багаж час там по прилёту, при посадке. А вот большой чемодан, он прямо такой вместимый, туда вмещается столько вещей. И мне нравится вот брать его в путешествие. Потому что иногда бывает разная погода. Не поймёшь, какая должна быть погода. Вот здесь вот очень много солнца, посмотрим. Вот здесь вот есть солнце, но здесь сквозняк. Да, сегодня закрыто, даже стульев нет у них. Видите, бара нету на улице. Вообще закрылся что ли отель? Вы представляете, вообще, по-моему, закрылся отель. Помните, эти кресла стояли вот здесь вот в ряд? Точно. Закрыли отель. Это была центральная... Центральный отель. Как интересно. Не просто. Вчера здесь столько народу тусовались. А сегодня никого нету. Ну что ж, посижу я на солнышке. А, это вот вчерашний парень в шляпе, но уже в другой одежде. С мамой. Женщина вся в Диоре. Юбка Диор, сумка Диор. Жаль, что вот эти прикрыли мне их. Бабушка вся в Диоре. Шубка из Соболя. Джинсы. Вот такой вот горный стиль. Не все ходят вот так вот, как женщина с собакой. А вот вам и Гес. Вот здесь Марка Гес на дискотеке. Девчонкам молодым. Здесь очень много всего на дискотеке. Молодежь. Для молодежи. Вот так вот ходят на дискотеку итальянские девушки. До 50 лет так одеваются девчонки на дискотеку итальянки. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok